привет друзья на моем канале уже почти тысяча подписчиков спасибо большое вам за доверие хотел напомнить про розыгрыш елмки и программы про версии называется она торки когда канал достигнет тысячи подписчиков поэтому если ты не подписан то подпишись прямо сейчас и в сегодняшнем выпуске я сделаю обзор на эту программу собственно я продиагностирую свою временем проверенную машину mercedes vito ошибок тут хватает поэтому наглядность будет стопроцентно погнали вот она наша елмка и вот он наш разъем находится он тут вот я уже открыл крышечку вот там вот он находится сейчас я вставляю туда елмку и будем подключаться так елмка на месте самое интересное берем ключик и вставляем замок зажигания ключи кстати тут очень интересные батарейка заряжается через инфракрасный порт потому что вот этот ключ у меня был севший он двери вообще не открывал но стоило мне завести машину и проехаться немного как ключ стал работать включаем приборку до лампочек и собственно заходим в программу верху тут отморгают у нас значки это означает что связь есть с телефоном и елмкой а вот машинка она тоже должна перестать мигать вот собственно что и произошло это значит что елмка подключилась к программе и теперь мы можем считать ошибки нажимаем для поиска для разных машин по-разному по времени это происходит бывают шоу в принципе долго вообще все диагностические программы вот иногда долговато работают выключу вентилятор чтобы не сажала аккумулятор так сейчас посмотрим какие тут ошибки но они тут должны быть по-любому о сколько ошибочек у нас 8 штук выдала трансмиссия 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 все по трансмиссии соответственно я себе сделаю вот так вот сохраню это все дело в галерею так ошибка по 2333 идем в google и ищем что это такое тут в принципе написано и гнишин койл л праймари control киркут лоу у меня в общем то это куча ошибок еще может быть связано с тем что очень много процессов происходило с машиной поэтому сейчас мы сбросим все ошибки и потом ошибки которые действительно подтвержденные они должны заново появиться тогда можно быть уверенным в том что есть какая-то проблема потому что допустим на nissan у меня был нюанс оставлю ссылочку вверху на это видео вот была ошибка вылезла но была из-за того что я менял свечи накала и вылезла ошибка там что слабое питание я ее стер и она больше не появилась сейчас у наш у нас журнал ошибок полностью чистый зайдем опять считаем чтоб просканировались все блоки и 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 ну вот Соответственно, после того, как мы запустим машину, может вылезти еще какое-то количество ошибок. Собственно, разбираться с этими ошибками в этом видео я не буду. Просто покажу, что тут есть еще у нас можно графики, разгон до 100 км в час. Вот это самое интересное, приборная панель. Тут мы можем полностью настроить себе любые экраны. Вот добавить прибор, например, панель отображения. Это не важно, в каком виде оно будет. И, собственно, тут у нас атмосферное давление 14,5 бар. Барометр, время в поездке, время в пути. Это все можно считать с компьютером. То есть, все, что зеленое, это значит доступное на этой машине. Время работы после запуска двигателя. Что у нас тут еще есть? Давление в топливной рампе, пожалуйста. Мы можем, в принципе, сейчас запустить машину, и все эти значения будут актуальны. Ну вот, давление в топливной рампе 652 бара. Давление во впускном коллекторе 14,36. Амплитуды напряжения. Что тут еще у нас есть? Датчик коэффициент избытка. Не знаю, что это. Это у нас датчик ускорения, наверное, дроссель. Заданное эквивалентное соотношение лямб до 1. Мгновенный расход километров на литрах. Что тут еще? Литров на 100 километров. Нагрузка двигателя, вот, например, 43%. Добавляем газку. 61 встает. То есть, все работает. Напряжение на адаптере. Напряжение в электронном блоке. Обороты двигателя. В общем, тут можно листать очень долго. Тут очень много чего интересного есть. Собственно, такая вот программка. Напомню, что если до 26 числа текущего месяца, а сейчас у нас апрель, на канале будет 1000 подписчиков, то будет разыграна ELM среди подписчиков. И вот такая вот программа. Это Pro-версия. Я напомню, это не обрезанная версия. Эту версию вы в обрезанном варианте можете скачать в Play Market без проблем. Но у нее не будет полного функционала. Я не знаю точно, но какие-то функции обрезаны. Допустим, ты сможешь считать ошибки, но не сможешь стереть. Например. Я точно не помню. Ну, в общем, плюшек именно в этой версии много. Это полная версия. Такое вот видео, такие вот программки. Подписывайтесь на канал. Давайте наберем 1000. Для меня это очень важно. Ну, а на сегодня прощаюсь. Пока.